Всем спасибо большое за просмотр. Если вы до этого момента досмотрели, то вы просто... Я вам просто респектую за это, потому что посмотреть такой длинный ролик, это, конечно, дорогого стоит. И вдруг это случилось так, что вы один из тех пяти человек, кто действительно досмотрел до конца. Вам спасибо огромное. Ну и всем тем, кто остановился раньше, тоже большое спасибо, что вы обратили внимание. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Ну и, ребят, до скорой встречи. Сегодня предпоследний день нашего отдыха. Последний целый день. Завтра вечером улетаем в Москву. Сейчас 6 часов утра. Я вот решил сегодня зайти на самый длинный маршрут. Была дилемма. Вчера решал очень долго. Выбирал между тем маршрутом, который пойду, и наиболее популярной вершиной здесь, самой высокой Тахталы. Вот, которая 2400 почти. Но в результате решил туда не идти, потому что есть ряд неудобств. И плюс маршрут наиболее популярный, что его интерес, привлекательность для меня снижает. Вот, поэтому в результате сейчас планирую доехать до Кемера от нашего поселка. И оттуда пешочком сделать большую-большую дугу почти на 40 километров по Ликийской тропе. Таксист привез меня точно к пункту отправления. И я на своих двоих отправился в путь. Довольно сильный ветер дует, что немножко даже неожиданно и как-то непривычно. Не помню здесь такого сильного ветра, тем более в такое раннее время. Сейчас где-то 6.40 утра. Вот, я иду пока что по асфальтированной дороге. Еще, видимо, до, скажем так, лесистой части какой-то путь мне предстоит преодолеть. Вот, чувствую, что все-таки не до конца восстановился с прошлого похода. Но, надеюсь, ничего страшного. Выхожу сегодня заранее, поэтому должен все успеть. И не разгонять темп слишком сильно. Ну и немножко стертые места на ногах побаливают. Но, мне кажется, вот уже где-то я километр прошел и уже полегче привыкаю. Так что, дай бог, что все будет в порядке. Вообще, у меня должен сегодня довольно интересный маршрут получиться. Во-первых, я впервые за все это время не возвращаюсь, откуда пришел. А маршрут как бы все время обновляется. Я доехал на такси до Кемера, а точнее до поселочка рядом с Кемером Арслан-Бучак. Вот оттуда я иду в горы и через горы возвращаюсь к нашему поселку, где у нас отель. Это Гуйнюк. И там же, собственно говоря, известная местная достопримечательность Гуйнюкский каньон. Очень красивая зона, из которой я уже несколько раз выходил как раз. Вот. И вот туда я собираюсь дойти, проходя мимо какого-то замка или крепости. Ну, там увидим, что это такое. Нашел на карте, даже не гуглил. Так что будет определенный сюрприз. Кстати, если вы когда-нибудь и куда-нибудь таким же макаром соберетесь идти, то стоит обязательно подготовиться. Вот. Кроме воды, которая у меня за плечами на 4 литра, исходя из моих обычных потребностей, еды, без которой не получится дойти, наверное, до конца в нормальном состоянии. Еще очень важно понимать, куда идешь. И сегодня мы в такое время живем, когда нам доступны различные средства современной навигации. Мне вот счастливилось в прошлом году приобрести замечательный аппарат, можно сказать. Такие супер навороченные часы финского бренда Suunto, в которые я заранее загружаю свой маршрут, и они меня ведут по нему, считывая также различные показатели, такие как пульс, скорость, перепад высоты, ну и прочее, прочее. В общем, без такой штуки точно никуда. Учитывая, что я еще совсем недалеко ушел от стартового пункта, и заранее, несколько настраиваясь на сегодняшний поход, я, честно говоря, никаких ожиданий на тему суперкрасот не строил, потому что понимал, что сегодня большой высоты не будет, как в прошлый раз, или как если бы я пошел на Тахталы, поэтому таких видов, наверное, тоже ожидать не стоит. Поэтому настраивался просто на хорошую прогулку по горам, без каких-то супервидов, но могу сказать уже, что очень рад, потому что я иду вдоль невероятно красивой горной реки, и с обеих сторон от меня скалы, то есть, по сути, это каньон, такая расщелина в горах, и тут просто, на самом деле, невероятно красиво. Вот, поэтому уже, можно сказать, с самого начала задумка себя оправдала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошел чуть больше четырех километров, пока все суперкомфортно, иду по автомобильной дороге, вон за мной, кстати говоря, кто-то гонится, потому что я здесь не один. Подъем довольно такой крутой, вот, но, конечно, идти суперкомфортно, потому что покрытие абсолютно идеальное. Пока не жарко, достаточно, опять же, легко, не пью практически, вот, ну, в каком-то смысле, наверное, повезло, чем дольше я буду идти по этому покрытию, тем больше сил, конечно, сэкономлю, потому что, когда окажусь уже на горной тропе, там все значительно тяжелее. Ну, а тут рэпчик нормальный проехал. Ну что, двигаемся дальше. Захотелось чуть-чуть порассуждать на тему, как я пришел к этому формату однодневных походов. Это все как-то складывалось со временем. Был этап в жизни, когда мне посчастливилось с одним замечательным человеком, которого уже, к сожалению, нет в живых, с Федоровым Владимиром Германовичем, сходить в горы, в Крыму. И мне тогда безумно понравилась природа, она буквально восхитила меня. Плюс ежегодные поездки в Альпы окончательно убедили меня в том, что горы – это прям моя стихия. Вот. Ну а потом, когда карьера закончилась, и возник вопрос, а как теперь оставаться таким же стройным и подтянутым? Потому что во время танцевальной деятельности с этим проблем не было, естественно. И это было элементарно. Можно было кушать плюс-минус все что угодно, и вес не прибавлялся. Почему я сразу не додумался до походов? Ну, потому что с палаткой мне тоже приходилось ходить. И честно скажу, что такой вариант я не очень сильно люблю. Ну, потому что не помыться нормально. В общем, как-то сомнительное удовольствие лично для меня. А вот как оказалось, однодневный поход – это то, что нужно. Это невероятно красивая природа и возможность ей любоваться. Это шикарный фитнес, причем его можно вполне балансировать, и расход калорий и количество сожженных углеводов и жиров просто впечатляет. А учитывая, какое удовольствие ты при этом получаешь от увиденного, имеешь возможность пофотографировать, поснимать, остановиться, отдохнуть. Получается в общем идеальный вариант. Вот поэтому я здесь, на этой тропе. 10 километров пройдено в гору и ничто не предвещает скорого окончания этой замечательной асфальтированной дороги. Я, честно скажу, очень часто останавливаюсь, потому что огромное количество просто нереальнейших видов, на которые я почему-то не рассчитывал. Ну и слава богу, потому что мои ожидания оказались неоправданы в обратную сторону. я как минимум думал, ну хотя бы будет хорошая нагрузка, прогуляюсь, уже огромный плюс. А тут такая нереальная красота, что два моих предыдущих захода, ну про первый я ничего не выкладывал, второй это как раз вот был восхождение на вершину. Честно говоря, с точки зрения видов вне конкуренции. Сегодняшний поход побеждает с явным преимуществом. Тут просто невероятные виды. Очень красиво. вне конкуренции. в общем стою у развалин какого-то очень вполне себе прилично сохранившегося замка. Ну как сказать, он судя по всему очень старый и поэтому как мне кажется развалины довольно-таки такие ну нормальные. Сейчас еще пойду смотреть. Тут прям целая стена такая. Наверное когда-то это все выглядело прям фантастически, но сейчас какие-то остатки, но тем не менее все равно интересно. и сзади конечно шикарный вид на горы, который все это великолепие так скажем обрамляет со всех сторон, подчеркивая в утреннем солнечном свете. И кстати прям чуть-чуть не доходя сюда в поселочке я скушал мороженку. Так что настроение мое еще больше улучшилось, потому что она была клубничневая, так говорит мой сын. в общем пробираюсь я по развалинам этого замка в надежде что-нибудь еще здесь интересное увидеть. Тут видимо когда-то был внутренний двор, наверное. Сейчас тут абсолютно все заросло, сохранилась только какая-то тропа с каменюками, по которой как-то можно перемещаться. Ну надеюсь, что вот такие вот здесь стены разрушенные прям вот ну красиво конечно вот и в ту сторону вон тоже видно прям там бойницы были вот эти вот такие вот как штуки называются не знаю в общем все вполне себе симпатично в общем замок абсолютно замечательный но тут конечно нужно сюда чтобы нормально пролезть приходить в полном обмундировании с закрытыми руками и ногами вот мне не то чтобы себя жалко но конечно придется и задраться совсем в кровь потому что все очень заросло и как это свойственно для горной местности оно все заросло колючками такими довольно-таки я бы сказал агрессивными поэтому я уже в принципе весь исцарапался но это мне даже в каком-то смысле нравится добавляет так сказать колорита моим путешествиям и приключениям вот кстати говоря еще этот замок прекрасный вот но в самую в общем в самые заросли я решил все-таки не лезть чтобы и совсем уж себя не разукрашивать и так скажем не застрять здесь надолго вот попробую сейчас еще раз обойти и двину дальше в общем замок удалось еще чуть-чуть сфотографировать с одного ракурса очень симпатичного но пришлось еще в общем совершить над собой своего рода такое психологическое усилие и обычно когда иду в поход меня всегда подбивает куда-нибудь залезть и что-нибудь посмотреть экстра относительно того что я запланировал изначально и вот уже достаточно давно километров 6 назад был указатель на пещеру глубиной 150 метров и оказалось что она видимо где-то прямо здесь вот рядышком тем более что при планировании маршрута я видел что в районе замка там еще по полукругу натоптано серьезно и судя по всему пещера где-то рядом и конечно меня сейчас подмывало сходить глянуть но в общем решил что не буду отклоняться от плана и значит будет повод еще сюда вернуться может быть даже не одному и разведать что же это за такая интересная здесь пещера глубиной 150 метров а мы идем дальше сейчас конечно стоит отметить что стало уже очень чувствительно жарко и виды виды нереальные абсолютно я честно думал что учитывая меньшую высоту планируемого подъема чем в прошлом походе видов таких не будет панорамных но так как здесь долина и огромное расстояние то виды просто фантастические еще более фантастические чем и в тот раз вот но сейчас я иду уже достаточно высоко по-моему приближаюсь к 1000 метров и я думаю что сейчас где-то уже наверное часов ближе к 10 дня 9 с чем-то наверное и солнце уже конечно палит нещадно вот но повысили расход водички но терпим терпим держимся ну что друзья судя по всему комфортная часть пути подходит к концу я искренне еще рассчитывал честно тут вот 4 километра до какого-то горного отеля в котором есть ресторан и бар я думаю ох сейчас пополню запасик углеводиков но нет навигатор ведет меня совсем не туда вон там указатель и вот это горная тропочка так что прощаемся с асфальтом начинается жесткая каменюка грунтовка в гору ну удачи мне и сил самое главное потому что дикое пекло и уже много сил потрачено многие километров пройдено самая сложная и более длинная часть пути по-прежнему все еще впереди но мы выдержим сделал небольшой привальчик перекус и продолжил свой путь уже по самой настоящей Ликийской тропе что сказать друзья конечно идти по таким камням это совсем не то же самое что по асфальту сильно ниже скорость концентрация совсем другая чтобы не оступиться нигде не подвернуть ногу но в этом и интерес что получается поход очень разноплановый потому что где-то можно идти комфортно по асфальту где-то вот прыгать как горный козел по камням потом пробираться таким лосиком по лесу и все это конечно оставляет неизгладимые впечатления и кажется что время идет бесконечно в таком походе как будто побывал в 20 разных местах в общем я так интересно простроил маршрут что у меня вот очень комфортная приличная грунтовка чередуется с заходами в лес на тропы где приходится в буквальном смысле продираться через колючки вот и идти под очень большим углом вот сейчас только что я где-то наверное метров 400 или 500 спускался ну наверное под 35 где-то градусов на вскидку с очень большим количеством камней вот с постоянным риском там скатиться и плюс еще везде колючки эти в общем маршрутик что надо я его простраивал вручную смотрел так чтобы желательно идти не по дорогам а по лесу ну а теперь расплачиваюсь за это на часах почти 11 часов дня соответственно я уже 4 с половиной часа в пути и приблизительно где-то сейчас прохожу отметку ровно в середину моего путешествия пошел 19 километр а по заранее запланированному маршруту я должен пройти 36 с чем-то ну вот примерно сейчас серединочка вот если окажется так что это будет и по времени соответствовать но я уверен что нет я уверен что мне идти еще существенно дольше чем я уже двигаюсь потому что конечно я шел по асфальту и это было все-таки быстро вот но все-таки некая боевая отметка я в общем достаточно полон сил и энтузиазма двигаться дальше поэтому встретимся через сколько-то километров до сих пор ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Что на солнце за 40 И очень интересно наблюдать за тем, как мозг начинает подкидывать тебе различные картины Исходя из того, что, ну, какая среда вокруг и какое состояние организма внутри Например, в голову начинает приходить холодная прозрачная водичка, в которую так хотелось бы окунуться Ну или хотя бы какой-нибудь ручеечек, в котором умыться А вот, например, когда начинаешь уставать и заканчиваются в теле вещества, необходимые для того, чтобы, ну, двигаться, жить Начинаются различные картины холодных напитков, различной еды, очень калорийной В общем, из этого стоит много выводов сделать и про обычную жизнь В этот раз у меня все-таки не получается без приключений Навигатор завел меня к забору частной территории И предлагает мне перелезть через него и по этой частной территории продолжить свое путешествие Ну, я как, в общем, законопослушный человек туда не полезу Постараюсь как-то обойти всю эту ситуацию Мы посмотрим, что из этого выйдет Может, мой маршрут сильно поменяться в связи с этим И надеюсь, что я, в принципе, потом на ту тропу, на которую необходимо, смогу вернуться Ну что ж, в течение 15 минут я снова вышел на свой маршрут благополучно И, честно говоря, глядя, откуда я должен был бы выйти, я говорю, слава богу, что там частная территория Потому что мне пришлось рваться вот с той горы, просто через лес Пришлось бы И самое интересное, что указатель на английском языке Эй, ликийцы! Ликийская тропа ведет сюда Стоял прямо рядом с запертой на замок калиткой Ну и, видимо, бодрые, бравые, очень смелые и самоотверженные И даже несколько дурные ликийцы должны были порваться через эту калитку Но я не такой ликийец, я начинающий, очень скромный Поэтому я пошел по наполовину асфальтированной, наполовину грунтовой дороги И очень комфортно в течение 15 минут обошел этот участок Слава богу, что все так получилось Вот увидел какую-то лужу, которая вытекает из-под какого-то мостика симпатичного Сейчас пойду умываться, потому что жара такая, что просто прям невозможно себе отказать в этом удовольствии Надеюсь, что там не плавает никакая отрава В общем, вода это, конечно, невероятное просто благо Я умылся, смочил свою банданочку Теперь она мокренькая И теперь какое-то время мне будет очень свежо Даже несмотря на 40-градусную жару Ну а потом, надеюсь, что я наткнусь на еще какой-нибудь рычеек или источник И повторю эту процедуру замечательную, которая однозначно остудит меня и добавит сил для дальнейшего пути Зашел сейчас в замечательное местечко Я его заранее уже на карте приметил и как раз планировал сюда забежать Называется Дога Кемпинг Был уверен, что здесь никого нет, потому что все такое запустение Но обнаружился один дядечка Который за 20 лир всего лишь навсего Умножайте на 3,5, чтобы получить рубли Отгрузил мне двухлитровую колу, которую я с собой, конечно, не взял Но выпил три стакана, заправился с сахаром В общем, надеюсь, что сейчас, в ближайшее время, этот сахар пойдет в работу Ну и плюс она была очень холодная И это прям приятно Особенно моя бандана еще не высохла до конца А теперь еще холод изнутри В общем, я думаю, что на ближайшие минут 15-20 я просто терминатор Прям за мной вот здесь такая замечательная лавочка Вот если на нее сесть, то получится примерно вот такой вот вид между скалами Там прям море, по-моему, даже видно Я единственное не могу себе представить, если здесь посидеть в полдень Через сколько времени ты сгоришь, как вампир в кино Но вид, конечно, может быть, даже и стоит того, чтобы сгореть, вы знаете Когда, конечно, идешь по лесу, это совершенно необычайное чувство При том, что места абсолютно незнакомые Иду по ним первый раз в жизни, естественно И уже достаточно давно двигаюсь в полном одиночестве Это очень необычное ощущение, которое сложно описать С одной стороны, ты как бы один на один с собой в своих мыслях С другой стороны, ты постоянно взаимодействуешь с окружающим миром Ты смотришь на рельеф тропы, чтобы нигде не оступиться и не подвернуть ногу Ты прислушиваешься ко всяким насекомым, животным Ты оглядываешься по сторонам То есть, находясь внутри, ты при этом в той же, в равной степени и снаружи прибываешь Это очень необычное и классное ощущение Которое я для себя открыл в этих походах И мне оно очень нравится, оно очень крутое Субтитры сделал DimaTorzok Я сейчас уже очень долго спускаюсь фактически от дога кемпинга все время вниз И когда вышел на лесную тропу, я бы сказал, круто вниз У меня там есть замечательный такой в часах такая функция Которая показывает мне перепады высоты на момент прохождения того или иного участка трассы Я вот вижу, что у меня спуск длительный подходит к концу А впереди еще один существенный очень подъем И в принципе, я себя хорошо чувствую Учитывая, что уже в районе 28 километров я прошел У меня отличное самочувствие И время сейчас У меня еще вагон и маленькая тележка Вот мне сейчас очень будет интересно Как мой организм выдержит еще один очень мощный подъем И потом финальный спуск уже, как я понимаю, в каньон Гюньюка Но там у меня уже будет эмоциональный подъем, наверное Я, видимо, спускаюсь к одной из самых нижних точек маршрута Возможно, это даже самая нижняя И тут какая-никакая горная речка Конечно, я уже настолько вскипел, что безумно хочется Как-то воспользоваться этим шансом Вот примерно вот так вот это выглядит Там лужица Вот вы можете видеть со всех сторон горы То есть я в самом низу нахожусь Тут скала Тут скала Я вот сейчас с этих скал спускался Вот Очень жарко И очень хочется окунуться прям вот как есть Потому что уверен, что все быстро высохнет С вашего позволения снимать не буду Я планирую купаться еще в каньоне И там планирую даже снять этот момент А здесь просто, наверное, не буду тратить время И порадую только себя Ну и вас тем, что вы меня не увидите Плавающим в горной реке Которая мне по щиколотку Ну что сказать, друзья Это, конечно, удовольствие просто 80-го уровня Я, конечно, там это Взбаламутил воду Распугал всяких обитателей Крабиков, там рыбок Лягушат Ну вот такая здоровая жаба к ним запрыгнула Но кайф просто нереальный Я думаю, что я очень сейчас Существенно восстановил силы Потому что, ну, прям они просто Ударили в меня, влились Как только я снизил температуру тела Это просто кайф Так что, думаю, дальше мне будет идти сильно проще Чем было бы, если бы я этого не сделал Но еще впереди каньон В который я также планирую окунуться И, конечно, успеть В Средиземное море сегодня вечерочком тоже Потому что я, вроде бы, как Неплохо иду по хронометражу Река не только использована В качестве средства охлаждения И последней, кстати говоря, стояночки Я доел все, что у меня было Осталась только вода Но и это была Была самая нижняя точка маршрута Теперь путь лежит наверх Я перешел речку На противоположную сторону И начал подъем Буду идти медленно Никуда не торопиться Чтобы, не дай бог, как в прошлый раз Меня в какой-то момент не вырубило Потому что, ладно, когда это еще происходит на спуске Вот на подъеме Это прям будет, мне кажется, совсем грустно Поэтому Сколько получится Столько и получится Вот что значит опыт Но мы посмотрим Это правда так Или мне только кажется Подниматься Это вам, конечно, не спускаться Но Но если не будешь подниматься Ты спускаться не будешь, правильно? Значит, чтобы спуститься Нужно Подняться сначала Ну или чтобы тебя кто-нибудь поднял Но меня некому Поэтому Продолжаю подниматься По обе стороны Генюкского каньона Очень Много хвои И когда идешь здесь в лесу Настолько сильный ее запах Если вы любите хвою То вам очень понравится И мне кажется, что этот воздух Такой чистейший Он, конечно, сейчас Довольно-таки Тяжелый Из-за высокой температуры Но Запах хвои Она повсюду Видите? Тут вот буквально Все ей устлано И со всех сторон Вот эти вот ели Огромные Высоченные Это просто красота Нереальная И просто божественный запах Пока что айфон научился Очень хорошо передавать картинку Когда-нибудь наверняка Он научится и запах тоже передавать И тогда Нужно будет вернуться сюда И записать все в целом Вместе с запахом И с жарой Субтитры сделал DimaTorzok Я почти В самой верхней точке подъема Очень устал И даже больше, наверное, просто от жары Чувствую, что Физически сила есть Но такой сильный перегрев Что Начинает прям мутить И вот я решил присесть И Тут тенек Можно чуть-чуть Остудиться И тут просто Просто невероятный вид Причем мне кажется, что отсюда Как раз очень хорошо видно Вершину, на которую я поднимался В прошлый раз Я, к сожалению, не помню Как она называется Вот Но, по-моему, это она Потому что я вижу там Вот эту вышечку Которая была Я вам ее не показывал Но, тем не менее, сам ее помню Вот И хочу вам тоже этот вид показать Не знаю, насколько он на камеру Конечно, будет ощущаться Потому что здесь Такая невероятная Глубина и дистанция Что, наверное Камера не передаст ее Но я попробую Вот по этой тропочке Я сюда пришел Снизу И вот Такая красота Вот здесь Чуть-чуть не передает Камера Но мы попробуем Немножко Вот вы можете видеть На самом верху Вон там Вышечка вот эта Я только могу предполагать Что это та самая вершина На которую я восходил Вероятно Что там была такая же вышка Но я точно не уверен Но мне кажется, что это она Направление вроде бы то Ну и она здесь самая высокая Что соответствует действительности Вот такая великолепная панорама Сейчас, наверное, самый сложный момент Маршрута Мне, по-моему, всего несколько метров подъема остается Я Прям сильно устал И вот ощущаю, что мышцы в порядке Просто очень жарко Так жарко, что Прям реально Мутить начинают В какие-то моменты И сразу сказывается На координации На дыхании Прям Голова такая тяжелая Решил заснять свое лицо Чтобы потом посмотреть Как я выгляжу В момент Серьезной усталости И капитального перегрева Завернул за угол скалы Открылся вид на море И сразу подул такой Прохладный ветерок Вот насколько сильно влияет С какой стороны скалы ты находишься До этого был такой тяжелый Душный прям воздух Прям ощущался влажный Вот стоило повернуть За утес Море открылось И сразу прям подуло Такой свежестью Вот там оно за мной Вдалеке Но уже чувствуется Даже здесь наверху Совершенно другое ощущение И Свежесть Долгожданная Надеюсь, сейчас дойду До какого-нибудь краника Чтобы намочить голову Потому что очень жарко Все равно В общем, только что вылил во фляжку Вот в эту замечательную Последние пол-литра воды Сегодня выпил уже Четыре литра воды И три стакана холодной колы Но кола, видимо, воду все-таки уменьшает Как я понимаю По принципу кофе Вот Ну, в общем, четыре литра воды я выпил И пол-литра осталось Я не очень понимаю, сколько мне еще идти А прошел уже 35 километров сегодня Ну вот По графику было около 37 Там 36 что-то Но я же где-то с маршрута сходил Плюс он мог ошибиться Как и в прошлый раз Это я про навигатор Ну, надеюсь, что все равно У меня остались какие-то километры И там какой-то еще маленький-маленький кусочек Будет подъема А так все вниз Ну, наблюдаю за графиком Изменения высоты И как-то очень медленно я спускаюсь Видимо, это потому что я От бессилия уже просто крадусь В общем, надеюсь, что 0,5 жидкости мне хватит до конца А иначе не знаю, что буду делать Уже где-то последний час Мои мысли направлены только на одно Они направлены на совершение Сложнейшего выбора Это выбор из трех позиций Когда я доберусь до пункта назначения Холодное Очень-очень холодное светлое пиво Но сразу говорю, что Этот вариант у меня на последнем месте Так как пиво это алкогольный напиток И лучше его не пить Я это подтверждаю Никому не рекомендую Кока-кола холодное со льдом Тоже так себе По пользе напиток Ну и третий вариант Опять же, холодный со льдом Апельсиновый фреш В один из первых дней отдыха Я ходил на пробный маршрут Я его даже не выкладывал в инстаграме Когда прошел что-то около 14 километров И как раз Стартовал из каньона Самое мое частое место старта И как раз шел Тогда в направлении В противоположном вершине Которую взял в прошлый раз И вот сейчас когда спускался Ну так и думал, что буду спускаться Как раз там же, в том же месте И вот ждал этого пункта Я вот к нему подошел Вы можете увидеть, что здесь Как я ждал этот момент Господи Да, там, конечно, вы можете видеть Я вот оттуда пить не буду Эту зеленую хрень И даже это я пить не буду Но я сейчас так сильно умоюсь Он, кстати, там, можете видеть Лягушка сидит Но вы не думайте, я пить это не буду Чисто просто умоюсь Умоюсь, потому что очень жарко Я умылся из замечательного краника Намочил свою банданочку Вода оттуда, правда, тоже течет теплая Вот такая жара, что даже из трубы Водичка просто нагретая Но с ветерком сейчас Прям очень хорошо освежает Я теперь точно понимаю, где я нахожусь Ну и на вскидочку мне остается Где-то, наверное, 30-45 минут До каньона Так что осталось Совсем чуть-чуть, ребята Это радостная новость Она меня сильно подбодрила Потому что до этого момента Пока я этот краник не увидел Я маршрут на 100% не узнавал Я его узнал, но уверен, не был А сейчас уверен 100% Что здесь я уже ходил И спускаться отсюда уже не очень долго Так что разделите со мной мою радость Совсем скоро мы с вами увидим Долгожданный, красивый, замечательный каньон В котором я попробую искупаться Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я стою у последней развилочки И уже слышен шум воды Долгожданный Совсем чуть-чуть осталось И я окунусь наконец-то в водичку свежую Боже, как же хорошо, друзья А тем временем Я в очень прекрасном состоянии А тем временем Вспоминаю, что хотел сказать А, да, по-моему Я прошел уже около 37 километров Ну, то есть посмотрим сейчас, сколько получится до каньона Но чуть больше С учетом того, что я ошибался И, наверное, небольшой ошибки по маршруту навигатора В общем, нормальный такой километраж получился Отлично подытожить серию моих походов Самым большим променадиком В моей пока что жизни Я же не такой уж прям путешественник опытный Поэтому для меня это будет персональный рекорд Я спустился, наконец С гор Простите мне этот смех Я просто очень устал И очень счастлив И буквально еще, наверное, какой-то километр мне остается Я уже иду вдоль каньона Вон он Там вот Наверное, чуть-чуть не видно Ну да, пока не видно Но, может быть, слышно Вода Большой каньон И пойду до самого его конца Чтобы увидеть то, чего так за весь отдых и не посмотрел Потому что все время уходил на тропу раньше Того, как русло каньона уже закончится Поэтому сейчас собираюсь сделать это Искупаться, если получится Ну и потом пешочком обратно Здесь уже совсем недалеко А вон веселые туристы на джипе Выглядели счастливыми Ну что, друзья Поздравьте меня Я дошел до этого каньона, наконец-то Здесь очень красивое место Получилось практически 40 километров Я еще уточню Ну, по-моему, около 40 еще выходить В общем, получится как раз марафонская дистанция Кстати, кто знает точно марафонскую дистанцию Напишите в личку Посмотрим, угадаете вы или нет Только чур не гуглите И к вопросу о том Что же я выбрал попить Я не смог выбрать Поэтому заказал все три позиции Еще немножко покушать Потому что я В буквальном смысле умирал от усталости А сейчас уже намного лучше, намного легче Я еще не купался Сразу приступил к употреблению напитков И жду еду Ну, а потом планирую окунуться И двинуть к себе в отель Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все-таки будет одно горизонтальное видео В этом ролике Потому что Оно снималось не в день похода А на следующий день А точнее в день нашего вылета Из Турции Сегодня 29 июля 4 часа дня И всего лишь через полтора часа За нами приедет трансфер Но мне захотелось вот так вот Красиво Это я не на себя намекаю, конечно же А на море и на горы С разных сторон здесь Красиво завершить этот ролик Вот таким вот Видео Что хотелось бы сказать? Конечно, походы Это замечательная вещь Я пришел к этому не за один год Но уверен, что Если не случится чего-то экстраординарного А я надеюсь, что этого не случится Новые походы Новые маршруты И новые вершины Будут непременно еще в моей жизни И подводя определенные итоги Хотелось бы Наверное Сказать следующее Что поход, как мне кажется Является такой Своего рода Уменьшенной моделью Того, что происходит с нами в жизни И, кстати говоря, в жизни танцевальной Я не буду сейчас вдаваться в подробности Но если анализировать мою собственную карьеру И карьеры многих И значительно более успешных, чем я, танцоров То получается своего рода такой поход И вот, в частности, в походе вчерашнем 45-километровом Я в каком-то смысле увидел модель собственной карьеры Со всеми сложностями Со всеми, скажем так, неизвестными, возможными Со всеми передрягами, дискомфортами, неудобствами При этом абсолютно счастливыми и кайфовыми моментами И действительно, наверное, сложно себе представить Еще какой-то вид деятельности Который вот так вот за один день Может передать столь много Конечно, наверное, для меня это понятно Как для человека, который карьеру прошел И вряд ли для какого-то юного спортсмена Будет аналогичное впечатление Но, тем не менее, не рекомендую никому делать то же самое, что я сделал вчера Потому что это опасно Требует определенной подготовки И, возможно, самые разные последствия Я вот в который раз счастливчик Никаких серьезных последствий после не имею За исключением стертой ноги И небольшого упадка сил А, конечно, последствия могут быть и значительно более серьезными Поэтому никому не рекомендую повторять Но могу точно сказать, что экспириенс многим, уверен, понравится Но все на ваш страх и риск Ну что, ребят, сегодня покидаем Турцию Классно провели время Просто шикарно Сочетание моря, гор, турецкого гостеприимства Вот в отеле, который вот там находится Я чуть-чуть отошел от него Это просто фантастическое Пятизвездочное во всех отношениях сочетание Надеюсь, что я набрался достаточно сил Уже хочу вернуться в Москву Вернуться к своей любимой работе К организации сборов, которые скоро пройдут К своим ученикам Ежедневным заботам К которым вернуться очень хочется Всем спасибо большое за просмотр Если вы до этого момента досмотрели То вы просто... Я вам просто респектую за это Потому что посмотреть такой длинный ролик Это, конечно, дорогого стоит И вдруг это случилось так Что вы один из тех пяти человек Кто действительно досмотрел до конца Вам спасибо огромное Ну и всем тем, кто остановился раньше Тоже большое спасибо, что вы обратили внимание Надеюсь, вам этот ролик понравился Ну и, ребят, до скорой встречи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!